Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В прошлые разы мы рассмотрели жизнь общества и право в раннем средневековье, а в этой передаче давайте посмотрим, что происходило в церкви. Во-первых, мы не будем касаться всех аспектов, это очень большая тема, мы не будем рассматривать какие-то догматические, религиозные, богословские вопросы, не будем касаться вопросов отношения западной и восточной церкви, Рима и Константинополя, не будем также рассматривать историю арианской церкви, хотя в то время большинство варваров были арианами изначально, но это отдельная нишевая тема. Мы же посмотрим на мейнстрим, на католическую церковь, что в ней происходило, как она развивалась, какие там были органы управления, какие институты возникали и как это оказало влияние на последующее развитие европейской цивилизации. Итак, конец V века, падение Западной Римской империи. Сразу обратим внимание на то, что по мере того, как империя отрехлела, как ослаблялись ее институты, церковь, наоборот, развивалась и усиливалась. Языческая культура приходит в упадок, а в замену ей нарождается культура христианская. Слабеют государственные институты, а люди объединяются вокруг церковных. Не случайно мы видим и то, что в этот период многие знатные головимляне занимают епископские кафедры. Церковь, конечно, уже не та, что была в начале христианства. Это уже не катакомбная церковь, не какие-то там отдельные молельные дома, отдельные общины, достаточно демократичные и самоуправляемые. Но, с другой стороны, это еще и не та церковь, которую мы знаем сегодня. Это не единая структура с такой иерархической системой, во главе которой стоит Папа Римский. И в ту пору Папа еще не обладает такой властью, усиление папства произойдет позднее. И церкви в Галлии и в Испании практически совершенно независимы от Римского престола. Основным органом управления церкви, начиная с 4 века, являются соборы. Эпохальное воздействие имели 6 первых вселенских соборов. Это Никейский, Константинопольский, Эфесский и Халкидонский. На них 99% участников были с востока. На 5 и 6, оба из которых проходили в Константинополе, уже где-то 10-15% участников с запада. Но решения этих соборов признаются и на востоке, и на западе. И эти соборы имеют смысл такой системообразующий. Они занимаются вопросами веры, вопросами догматики. Проходили также и меньшие соборы, провинциальные. То есть, которые созывались в рамках какой-то бывшей провинции Римской империи. Ну вот, например, в Галлии в 6 веке происходило 54 собора. Из них только два занимались вопросами догматическими. То есть, в основном эти соборы ведали вопросами организационными, дисциплинарными, административными. Некоторые из них были вообще локальными. То есть, на них собиралось до десятка епископов. Но известно, по крайней мере, 10 соборов в 6 веке, на которые собиралось более 20 епископов. Это Орлеанский собор 511 года, 32 епископа. Там же в 554 году собралось 50 епископов, 21 священник. В Париже в 573 году 32 епископа. В Макконе в 585 году 43 епископа. Значит, число соборов в следующем, в 7 веке, сокращается. По всей видимости, ввиду того, что связность бывшей империи нарушается, становится сложнее переезжать из города в город, торговые связи ослабевают. Ну, мы об этом говорили два выпуска назад. Но, тем не менее, известно сведения о 19 соборах. Некоторые из них были многочисленными. Это собор в Реймсе в 625 году, 41 епископ. В Шалоне в 650 году, 38 епископов, 5 аббатов, 1 архидиакон. В Париже в 664 году, 25 епископов. И в Сансе в 670 году, 30 епископов. Еще более сокращается число соборов в 8 веке. Известны сведения о 9 всего лишь. И почти все они проходили в первой половине века. Иное мы видим в Испании. Если в 6 веке, в Испании, на Иберийском полуострове, параллельно существуют два королевства Вестготов и Свевов. И в каждом из них проходят свои соборы. Но всего известно 9 соборов. И они не очень многочисленны. А вот в следующем, в 7 веке, когда Вестготы подчинили себе всю территорию полуострова, то соборов уже известно 16. Из них 14 проходили в Толедо, в столице королевства Вестготов. И многие из них достаточно многочисленные. То есть на них собирались и 50, и 60, и даже 77 епископов. В том числе с Юга Галлии, с провинции Нарбонны. И вот эти соборы в Толедо оказали влияние не только на испанскую, но и на гальскую церковь. Последний из них состоялся в 702 году. Незадолго до того, как Испанию покорили арабы. Сокращение числа соборов в Галлии имело своим следствием усиление единоличной власти епископа в епархиях. Это мы наблюдаем в VI-VII веках. Варварские короли были достаточно веротерпимы. Они не ущемляли католическую церковь, даже те, кто были арианами. Вот Теодор их великий, король Астготов, говорил, «Мы не можем повелевать религии, никого нельзя заставить верить против его воли». И в этом видно кардинальное отличие от Византийской империи, где императоры вмешивались в церковные дела весьма активно. До падения Римской империи епископы избирались. Варварские короли иногда вмешивались в эту процедуру, то есть они назначали епископов или не злокали епископов, но это рассматривалось как самоуправство, а не как нормальная практика. Орлеанский собор в 549 году постановил, «Никому не должно быть дозволено приобретать епископство за деньги, но то будет, с согласия короля посвящен митрополитам и его суфраганами тот, кого выбрало духовенство и народ, и король Хлотарь II в 615 году подтверждает это постановление. Когда умрет епископ, пусть тот, кто должен быть поставлен на его место митрополитом и его суфраганами, будет выбран духовенством и народом и поставлен по приказу государя». Слово «митрополит», которое встречается в этих цитатах, оно еще не вышло тогда из обращения. И меня, признався, когда я впервые читал «Группу Турского» лет 15 назад, смущало то, что это слово там часто употребляется, а я привык к тому, что митрополиты в западной церкви фактически не существуют. Но на то время они были первыми среди равных. Это епископы в митрополии. Они созывали соборы, у них было определенное первенство чести, большой власти и тогда они не имели, и с ними активно боролись и епископы, и папы. Почему? Папы провозгласили себя патриархами Запада, и они препятствовали образованию на Западе других патриархий. И митрополиты, конечно, рассматривались ими как опасные соперники. Им было выгоднее иметь множество простых епископов, которые находятся гораздо ниже них у иерархии. Что касается епископов, то им тоже было выгодно бороться с митрополитами. Им лучше иметь какого-то там патриарха в Риме далеко и не обладающего реальной властью, чем митрополита у себя под боком. И вот с двух сторон они, в общем-то, эффективно митрополитов побороли. Да, сохранились архиепископы, но это просто епископы архидиоцезов. Таких более значимых диоцезов, более престижных, но отнюдь не имеющих какую-то власть над соседними простыми епископами. А папа на то время реальной властью, напомню, не обладал. Епископы в VI-VII веках значительно усилились по следующим причинам. Во-первых, они жили в городах и были близки к местным общинам, в то время как варварские короли далеко. Графы их, чиновники, тоже зачастую не жили в городах. Далее, епископы происходили обычно из гала или ибера римлян, то есть были этнически близки большинству населения. А потом они во многом происходили из знатных аристократических семейств, то есть у них были влияния, связи, знакомства, деньги. И это обеспечивало им победу на выборах. Хотя на то время церковные деятели, они не имели какой-то юридической власти, в лучшем случае могли разбирать дела между двумя клириками. Если дела касались клириков и мирян, это уже находилось в ведении гражданских судов. Но с епископами советуются, им жертвуют деньги, церкви завещают имущество, и таким образом происходит накопление определенного капитала, хотя постоянного источника дохода в виде десятины у церкви не было до королинкской эпохи. Что касается ресурсов, то епископы ими распоряжались единолично. Вот что постановил Королянский собор 611 года. Поместья, земли, виноградники, невольники, пекулиум, это накопленный капитал, данные приходом остаются во власти епископа. Духовные лица епархии также были зависимы от епископа. Анжевский собор в 453 году. Никакой епископ не должен возвышать в степень чужого клирика. Баланский собор 524 года. Пусть никто не рукополагает клирика, который предварительно не обещал остаться в епархии. Епископы часто злоупотребляли своей властью. Соборы регулярно осуждают рукоприкладство с их стороны в отношении подчиненных. Но, тем не менее, часто и становятся на сторону епископов. Вот собор в Раймсе в 625 году постановил, если клирики, чтобы возмутиться, соединятся в стачку клятвенно или письменно, и будут коварно строить козни своим епископам, и если после предупреждения оставить такие дела, они не заблагорассудят повиноваться, да будут они совершенно лишены сана. Было две попытки создать параллельные церковные структуры. Первая это капеллы, то есть домовые церкви богатых людей. Капелланы были гораздо в большей степени зависимы от своих покровителей, чем от местных епископов. И епископам это, конечно, не нравилось. Собор в Агде в 506 году ограничил службы, которые могли совершаться в капеллах, а собор в Орлеане в 5041 году грозил отлучением как духовным лицам, которые служили в капеллах, так и их светским покровителям, если первые не будут подчиняться церковной дисциплине. Тем не менее, капеллы не исчезли совсем. Вот мы знаем такой замечательный памятник готической архитектуры, как Сен-Шапель. Это капелла королевского дворца капитингов на острове Сите в Париже. Вторая структура оказалась более жизнеспособной. Это монастыри. Вообще, монашество зародилось на востоке. И, скорее, оно там существовало в мистических, экзальтированных формах, таких как отшельники, пустынники, столбники. На Западе это было редкостью, хотя вот известен Святой Сенок, затворник, что жил в окрестностях Тура. А Григорий Турский лично беседовал с германцем Вильфилайхом, который жил недалеко от Трира. Недалеко там было святилище Дианы. И вот он воздвиг рядом с ним столб и стоял на нем, как Семен, столбник. И вот этот Вильфилайх похвалялся, что он убедил местное население разгромить святилище Дианы. Статуи античные обвязали веревками, сбросили их на землю и разбили молотками. Вот это довольно хорошо показывает, почему наступил упадок культуры. Христиане очень активно боролись с античным культурным наследием. Замечательно также то, что епископ Трира убедил Вильфилайха спуститься со столба и отобедать с ним. И пока он обедал, подручные епископа разрушили этот столб. И это скорее объясняется не тем, что епископ боролся с религиозным фанатизмом, а тем, что он просто завидовал популярности столбника у местного населения. В любом случае, монашество приняло на Западе другие формы, нежели на Востоке. Это скорее не мистика, фанатизм или аскеза, а коллективное общежитие. И вот это направление монашеству дал святой Бенедикт. Он родился в 480 году в Италии, в знатной и влиятельной семье. Он, будучи подростком, был свидетелем того, как за господство в Италии боролись Адакр и Теодорих. Затем учился в Риме, был отшельником в компании, возглавлял монастырскую общину Викавара, но из-за интриг внутри этой общины покинул ее. И основал собственную на холме возле городка Кассино, между Римом и Бенавентом. Там ранее был храм Аполлона, и Бенедикт со своими учениками этот храм разгромили. Тоже привет в борьбе с культурным наследием античности. И вот на этом холме был основан монастырь знаменитый, наверное, самый знаменитый на Западе монастырь Монте-Кассино. Для него в 528 году святой Бенедикт составляет знаменитый устав, который стал моделью для уставов монастырей в Западной Европе. В основе этого устава лежат три принципа. Труд, послушание и самоотвечение. Труд это то, что отличает западное монашество от восточного. Вот что пишет святой Бенедикт в каноне 48. Праздность враг души. Поэтому братья должны в известные часы заниматься ручной работой, а в другие чтением священных книг. И далее в этом каноне он по часам расписывает распорядок жизни монастырской общины. Работа, чтение, отдых, служб. Бенедикт вводит беспрекословное послушание монахов настоятелю. Касательно самоотвечения он начинает канон 33 с отрицания личной собственности, а также пишет, что монахам не дозволено даже обладать собственным телом и волей. К моменту смерти Бенедикта в 543 году его устав уже получил распространение на Сицилии, в Испании и в Галлии. Карл Великий, будучи королем, даже справлялся. А существуют ли в пределах его королевства монастыри с иным уставом? Важно то, что монахи поначалу не были духовными лицами, были на одном счету смирянами. Но уже Халкидонский собор в 451 году постановил, что монахи в каждом городе или деревне должны быть подчинены епископу. Орлеанский собор 511 года. Аббаты, как подобает смирению к приличному духовной жизни, должны быть подчинены епископу. И Орлеанский собор 553 года. Монастырь и дисциплина монахов должны быть подведением епископа, в области которого они находятся. Постепенно появляются иеромонахи, то есть монахи, которые одновременно являются и священниками. Но белое духовенство поначалу к ним относится настороженно. Папа Григорий Великий в конце VI века предостерегал епископов. Но уже в начале VII века папа Бонифаций IV более благожелательно к ним относится, а Орлеанский собор в 633 году предписывает епископам не чинить препятствий клирикам, которые пожелают принять монашество. На рубеже VI и VII веков отношения к монахам меняются. Они уже начинают восприниматься как лица духовные, и в этой связи попадают в подчинение епископам. Начинается этап борьбы монастырей и епископов. Поначалу побеждают епископы, конечно же, монастыри пробуют заручиться поддержкой королей, потому что в то время зачастую короли основывают новые монастыри. Короли защищают правособственности, но не вмешиваются в религиозную сферу. И епископы находят вот такую интересную лазейку. Они назначают себя самих аббатами наиболее крупных монастырей. Благо, к VII веку уже не является редкостью то, что епископы сами являются монахами. Тогда монастыри идут на следующий шаг. Они пробуют заручиться поддержкой пап и перейти в прямое подчинение римскому престолу. Первым был монастырь, фульский монастырь, основанный в 744 году святым Бонифациям. Но благо, этот монастырь находился в епархии, где епископом был сам святой Бонифаций. И он не был против этого новшества. И, наконец, последнее, о чем я хотел бы сказать. В Италии к началу VIII века папа Римский стал играть более заметную роль. Он умело лавировал между Византийской империей, между королем Лангебардов на севере и герцогами Беневента и Спалетта на юге. Заигрывал с домами франков. Но в церкви Галлии и Италии власть римского папы не была существенной. Эти церкви были старые, существовали еще со времен империи, наряду с римской. И достаточно независимо от нее у них было свое самоуправление, соборы, традиции. И папам было сложно подчинить их своей воле. И поэтому папы пошли на такой вот интересный шаг. Это миссионерство. Распространение христианства за пределы бывшей римской империи и основание новых епархий. Там, где их раньше не было, уже под эгидой римского престола. Вот тот же Святой Бенфаций, еще его называют апостолом Германии. Но на самом деле это Винфрид из англосаксонского королевства Уэссекс. Он еще в правлении Карла Мартелла проповедовал и обращал в христианство язычников фризов. В 732 году получил статус папского легата и векария. Вместе с майордомом Карломаном провел очень большую реформу церкви в королевстве франков в 743-744 годах. А также далее продолжал обращать язычников в христианство в Германии и стране фризов. Это нынешние северные Нидерланды, где он и принял мученическую смерть. Другие миссионеры, которых мы знаем в это же время, Вилли Брод, Рупорт, Вилли Бальд, тоже англосаксы. Дело в том, что английская церковь была основана римской. То есть это королевство Кент и кентерберийская архиепархия в нем изначально подчинялась римскому престолу. В отличие от гальской и испанской церквей. И вот по аналогии, также папство действовало в отношении новообращенных германцев и фризов. То есть епархии, которые возникали на этих землях, попадали в зависимость от римского папы. Вот о первом германском соборе, который проходил в 732 году, святой Бонифаций пишет следующее. На нашем соборе мы объявили и постановили, что до конца своей жизни будем сохранять католическую веру и единство, и подчинение римской церкви, святому Петру и его наместнику. Что всякий год мы будем собирать синод, и митрополиты будут испрашивать палий у римского престола. И что мы будем канонически следовать всем предписаниям святого Петра, дабы считаться в числе овец его. Итак, получается, что в 711 году, после арабского завоевания, христианская церковь в Испании фактически прекратила свое существование или существенно ослабла. Церковь в Галии продолжала оставаться достаточно автономной и независимой от римского престола. А вот все остальные церкви на территории Западной, да и не только Западной Европы, они основывались уже под эгидой римского престола и попадали в зависимость от папства. Вот это первый ключ к пониманию того, почему так резко впоследствии усилилась власть папы. А второй ключ это союз папства и майордомов франков сначала Карломана, с которым очень тесно сотрудничал святой Бонифаций, а затем и с братом Карломана Пепином Коротким. Впоследствии же это союз пап и королей франков. Папы использовали франков как противовес лангобардам в Италии. И достаточно эффективно они это сделали, королевство лангобардов франки подчинили себе. А папам предоставили светскую власть в области с центром в Риме, то есть то, что стало папской областью. Со своей стороны майордомы также получили пользу от этого сотрудничества. Дело в том, что Пепин Короткий обратился к папе Захарию за поддержкой. Папа его поддержал в борьбе с королями мировингами. И Пепин не изложил последнего мировинца короля и сам занял престол, став тем самым основав династию королингов. И вот теперь пришло время собственно и поговорить об этой династии, посмотреть на правление уже не майордома, но короля Пепина Короткого и его сына Карла Великого. Чему и будет посвящена следующая передача. Я благодарю вас за внимание и до свидания.